Итак, я, конечно же, буду рассказывать о той книге, которая вышла в прошлом году в печати и сейчас в продаже и хорошо идет, но моя цель все-таки, да, буду, конечно, рассказывать об этом, конечно же, без рекламы не обойтись, но это не главное. Я поставил перед собой цель совсем другую. Я хочу, чтобы вы по окончанию нашего вебинара имели ответ на вопрос, как быть умнее. Вот ради этого, собственно говоря, и будет весь вебинар. Но вначале несколько слов о себе. Ну, если я, с вашего позволения, пропущу, кто скачал презентацию, тот обязательно может посмотреть. Вот здесь есть соответствующие ссылки, где подробно написано. Ну, в общих чертах, понимаете, чем старше человек становится, тем короче его биография. Как-то так получается. Если 25-35 лет – это две страницы, 40 лет – это три страницы, а 70 лет – это уже, так сказать, маленькое-маленькое описание того, что прожито. Я в настоящее время преподаватель Московской бизнес-школы. Сфера моих интересов – это стратегический менеджмент, стратегическое мышление, творчество в бизнесе и так далее. Ну, вы уж извините, что подробно не знакомлюсь, не рассказываю о всех своих достоинствах и недостатках. Недостатки тоже есть, но их, скажем, меньшинство, я так думаю. Теперь, несколько слов о том, почему, как, что об этом книга написана. Ну, когда-то получилось таким образом, что когда Бог создавал Землю, Он создавал человека в последнюю очередь. Так, выглянул, глянул, посмотрел и создал. И, наверное, в спешке, кто его знает, как это у него происходило, но, во всяком случае, никакого программного обеспечения он не предоставил. Более того, инструкции по эксплуатации нет. Он, наверное, надеялся, что наши старшие товарищи при обучении молодежи появится, у них некое такое, так сказать, обучение пройдут. Ну, а наши старшие товарищи тоже самоучки. И, короче, все мы самоучки. И в связи с этим мы можем себя спокойно отнести к такой категории людей, как интеллектуальные инвалиды. Но не де-факто, не де-юре, нет, мы не инвалиды. Это некая метафора для того, чтобы подчеркнуть состояние наше, умственное состояние. Не буду я показывать достаточно широко об этом говорить сейчас из-за недостатка времени. Ну, яркие примеры вот интеллектуальных инвалидов у вас на экране. Это Незнайка, который фактически Зазнайка из трилогии Носова. Это Буратино. Ну, что взять с Буратино? Бревно есть бревно. Верит в поле чудес в стране дураков. Бравый Сардас Швейк. Это дурак с инициативой. В общем-то, очень интересный, симпатичный дурачок. Ну, дурачок. Менделькрик. Это не симпатичный. Это не дурачок. Это отпетый, ну, бандюга, отец Бенни Крика из одесских рассказов Бабеля. Характеризуется он тем, что он может говорить о рюмке водки, об выпить, об закусить, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях и больше ни о чем. Ну, Элочка-людоедочка – это прародитель, если можно сказать, современных блондинок. Дон Кихот. Дон Кихот. Он очень такой положительный герой, но в принципе он представляет собой категорию людей, борцов за идею, которые глупые по самому по себе. Но некое такое Дон Кихотство – это тоже оттенок недостаточного разумного мышления. Ну, и в конце концов, Семен Семенович Горбунков. Помните, не виноватая я, я, он сам к себе, он сам ко мне пришел. Это человек ответственный, это человек некий, ну, то сказать, патриот, если можно так сказать. Но, тем не менее, все равно немножечко есть у него какие-то такие непонятки, недостатки умственные. Итак, для начала я хочу вам показать сейчас один маленький видео. Вот сейчас смотрите внимание на экран. Это видео о том, как интеллектуальный инвалид превращается в инвалида по здоровью. Это же надо до такого додуматься. Это же голову иметь надо, наверное. Ну, о структуре книги. Книга состоит из трех частей. Инвалиды, рецепт реабилитации, алгоритмическое мышление. Я не буду сейчас подробно рассказывать содержание. Кто захочет, тот может зайти на эту страничку. И подробно, подробно там все расписано по книжке. Прямо, прямо вот так по-русски надо писать, как быть умнее. И там все достаточно подробно описано. Можно посмотреть, не будем терять на это время сейчас. Кроме того, в порядке рекламы. Вот на этих ссылках показана электронная книга. Книга в бумажном варианте уже, так сказать, практически пропала. У меня есть три экземпляра. Где-то есть еще на Озоне, Вильберис, Яндекс.Маркет, но очень мало. Поэтому я рекомендую, в конце концов, электронную книгу. Вот она здесь написана. Причем именно по этому адресу. Этот адрес у вас указан в раздаточном материале. Можете его не переписывать. Прямо оттуда можете смотреть, рассматривать, изучать. Ну вот, собственно говоря, о книге все. Теперь о том, как мы думаем. Однажды, достаточно давно уже, я преподавал в группе менеджмент по программе MBA. Еще на зале движения ZMBA. У нас в группе был один такой настоящий полковник. Мы его так называли. Фактически это не полковник, а подполковник. Он был начальником местного ДОСААФ. Ну и перед дембелем решил освежить свою память и готовиться уже к гражданской жизни. На данном семинаре я рассказывал о памяти, о продуктивной памяти человека. О том, что человек может, получив информацию, какую-то частичную информацию от объектов, восполнить себе весь объект в полном объеме. Подошел к окну, посмотрел, увидел впереди стоит машина и виден только ее передок на первом этаже, недалеко от этого окна. Попросил подойти, посмотреть, сказать, кто скажет, что это за машина. Ну, вызвался этот полковник, настоящий полковник. Подошел, посмотрел в окно и говорит, это ВАЗ-2105 пятерком. Правильно, молодец. Я думал, что на этом эксперимент закончен. А он говорит, а вы знаете, я могу даже сказать, что у нее в бардачке. Ну, что там? Вот он начинает перечислять. Хотите, расскажу, что в багажнике. Я говорю, вы что, провидец? Он говорит, нет, я не провидец. Это моя машина. И вдруг выскакивают, все столпились, подбежали к окну, начали смотреть, и вдруг кто-то заявляет, ничего подобного, это моя машина. Побежали они вместе с этим полковником на первый этаж, выясняют, чья это машина. Выяснили, поднимаются. Полковник несколько смущенный уже, но тем не менее довольный. Оказывается, это действительно не его машина. И мой эксперимент не провалился. Мой эксперимент оказался даже лучше, чем он того заслуживал, что ли. Потому что люди начали понимать, люди начали понимать, что наше продуктивное мышление не только помогает, но и мешает нам жить. Мы конструируем из тех имеющихся элементов у нас в голове некое свое суждение, и это суждение не обязательно становится правильным. Вот это наглядное представление этому вещи. Ну, теперь не буду я вам рассказывать о мозге, это все сложно, это, так сказать, долго, нудно. Да я, наверное, не смогу рассказать так подробно и так качественно, как это сделает медик с соответствующим образованием. Так вот, рассмотрим некую такую модель. В принципе, в голове у человека есть нейросеть. Это как бы аппаратное обеспечение мозга. Там есть всякие синапсы, там всякие есть, ну, в общем, много всяких биохимических соединений. Это все детали, которые отбросили до нашей модели, это не важно. И есть некое программное обеспечение, загруженное туда в процессе нашей жизни. Ментальные модели – это все тем шаблоны поведения, которые мы вырабатываем. Вот это первая основа нашей модели. Ментальная модель – это система, которая, в принципе, убеждение и ценности, которая сложилась у нас в процессе нашей жизни. И это, ну, я образно так говорю, это то поле, на котором растут цветы и сорняки из разных «хочу-не хочу» по программным, по своим свойствам, по тем программам, по которым мы живем. Я начинаю торопиться и зря, наверное, от этого. Итак, модель очень простенькая. Назовем ее «шарики и ролики». Не будем рассказывать вот о сетях, о синапсах, биологическом взаимодействии, физико-химии, физико-химии этого процесса и прочее. Информация поступает, в голове она как-то перерабатывается, заводится в память и выражается какая-то мысль, суждение, решение. По-другому, та же самая модель. Информация попадает к нам в голову, но на пути у нее стоит какой-то швейцар, как в ходе в кафе, держи морда, который говорит, этого пускать, этого не пускать. Так вот, мы и информацию фильтруем при своем ходе. Ну, наверное, сами встречали на собственной жизни, когда вам говорят о том, что это я смотреть не буду, это я читать не буду, а вот это с удовольствием, а это если очень хорошо посмотрите. Эта информация воспринимается, находится, попадает в нашу память, через какое-то время о памяти отдельно расскажу. Потом из памяти извлекается то, что мы имеем, и воспринятая информация плюс свое собственное добавление получает на выходе запачканный наш факт. В конце концов, суждение и внешнее, наше суждение, действие, высказывание, либо что-то еще тоже фильтруется, и появляется некая, так сказать, на выходе уже, ну, скажем, мысль прозвучала. Так вот, эта мысль уже запачкана вот нашим внутренним я, она уже имеет ваш собственный аспект, это главное. Теперь далее. Мы имеем два, так сказать, элемента, внешние элементы нашего сознания, это сознательное, рациональное, измеримое, логика, очевидное, и подсознание, тут все, тут и ментальные модели, тут и внутренние силы, и голос совести, и зов сердца, и так далее, и так далее. Я говорю это только для логики изображения, я понимаю, что вы это знаете, и, наверное, не стоило бы вам говорить. Есть еще одна модель, которую я пользуюсь при обсуждении этого вопроса, это модель нашей памяти. Что такое наша память? Это, вообще-то говоря, склад в большом универмаге или какой-то региональном складе. Если вы на этой базе складской бываете каждый день, если вы там все пронумерованы, то вы найдете все, что вам нужно. Где лежит здесь одно, здесь другое, здесь химия, здесь физика, здесь общество ведения, здесь ваши товарищи, здесь еще что-то такое. Они все пронумерованы. Но как это получается? Вообще любой складской комплекс состоит из двух вещей. Это первое, это пандус. Пандус, он вмещает, наш пандус, наша кратковременная память, вмещает 7 плюс-минус 2 элемента. Есть, конечно, уникальные люди, которые больше запоминают, но в большинстве случаев это все-таки 7. Например, номер пин-кода, который придет вам на, приходит на смс, вы его запоминаете достаточно хорошо и тут же вводите. А банковскую карту надо обязательно посмотреть, потому что там уже значительно больше цифр, они у вас на пандусе не вмещаются. После того, когда вы определились, что у вас есть, вы распределяете на своем складском комплексе. Все поступает на долговременное хранение. Если у вас такая номенклатура есть, то, соответственно, вы ставите ее туда, где хранится обычно, я не знаю, там алкоголь, например, где-то, или же там хлебцы. Если такого ассортимента в поступающей информации у вас нет, то вы не знаете, куда его деть, он болтается и может никуда не прилепиться. Точно так же, как на это требуется значительное усилие, это надо получить разрешение, надо заполнить накладную, надо освободить место. В общем, длинная-длинная музыка. Вся новая информация запоминается с трудом, а та информация, которая имеет уже в голове нечто такое, к чему можно прилепиться, то она запоминается просто. Еще одно, может быть, такое модельное представление о нашем мозге и его памяти, это нервная нейросеть, представимая всего, как обычная сеть. Ну, например, которую плетет паук или, я не знаю, рыбацкая сеть. Рыба, чем толще ниточки, чем меньше ячеечки, тем более мелкая рыбка там может попасться, попадается туда, задерживается. Ну, это стоило бы рассказать поподробнее, но я это все говорил только для того, чтобы подсказать, что все это работает в комплексе. И мы обладаем, мы с вами уникальные люди, обладаем по крайней мере четырьмя видами мышления. Это медленное мышление по трактовке Канемана, это осознанная, сфокусированная мыслительная деятельность. Но в процессе нашего мыслительной деятельности мы так или иначе обращаемся к своей памяти. Ну, например, мышление в стиле суфлера, я так это назвал. Например, мы умножаем дважды два, и тут вам память подсказывает, так четыре же, ты что же еще в первом классе это учил. Вот это у тебя есть. Мышление в стиле суфлера. Когда наше сознательное мышление обращается за дополнительными сведениями или обращается за дополнительной помощью к своему подсознанию. Далее, начинается с подсознания, может работать самостоятельно, мышление в стиле автопилота. Я пример расскажу сейчас. И иногда бывают такие вещи, когда наше подсознание работает без указки извне. Это уже неосознанная, не сфокусированная деятельность, диффузионное мышление фактически, то есть разобщенное. Основной, ну, ярый пример я сейчас покажу. Итак, если мы говорим здесь, получается, когда мы говорим о медленном, сознательном, фокусированном мышлении, получается то, что мы делаем. Мы воспринимаем, доконструируем, суждения выражаем, и вот здесь на это требуется время, поэтому им и мнение. Есть люди, которые за словом в карман не лезут, у них это получается быстро, но все равно это медленное мышление. Мышление в режиме суфлера – это то же самое, только обращение уже к своей памяти. Ну, вот это мышление, мышление в стиле автопилота. Представьте себе, футболист на поле вдруг ни с того ни с сего, глянул, Бог, он не соображает. Он автоматом действует, дает пас на правый край, а там бах, гол уже. Если он задумается, кому дать, где лучше, начинает искать варианты, то у него, в конце концов, этот мяч отберут. В этом случае информация попадает сразу же в ваше подсознание, и подсознание автоматом, информация или стимул, ваше подсознание уже вызывает некое действие. Мышление в режиме автопилота, быстрое мышление. Кстати, вот это быстрое мышление, это мышление в режиме автопилота, вообще-то говоря, я недавно вычитал у Андрея Владимировича, фамилию забыл, так, у Курпатова, вычитал, что вообще-то говоря, мы всегда так живем и только так живем. Вроде как сознательная деятельность, как таковой и нет. Нет, сознательная деятельность представляет из себя королеву или короля Англии, которая правит, которая царствует, но не правит. Она, так сказать, только возбуждает, вот я придумал, вот я есть, она только озвучивает те решения, которые решает наше подсознание. Это не так важно, с моей точки зрения, для того, чтобы понимать, важно, что все равно, так или иначе, вот это сознательное действие есть, и мы до него можем достучаться, до него можем достучаться. Ну, вот, к примеру, в режиме автопилота. Представьте себе, вы быстренько утречком, быстрее, 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 бегом на работу, до этого сделали все свои водные процедуры, что-то такое, там кофейку попили, быстренько одели часы, быстренько прогладили себе блузку, одели, сумку схватили, побежали. А через полчаса вспомнили, подождите, а дверь я закрыла, а утюг выключила. Я думаю, что подобные вещи из своей памяти у вас такое было, наверное. Другой вариант в режиме автопилота. Мы едем себе спокойно по трассе, в среднем ряду, слева машина, справа машина, спереди машина, сзади машина, все хорошо, никто никому не мешает, едем спокойненько себе по какому-то бану, все хорошо. И вдруг ни с того ни с сего каким-то боковым зрением вы видите, что сосед вашей машины слева, вдруг ни с того ни с сего, вдруг ни с сего принял вправо, в вашу сторону. Вы испугаться не успели, вы подумать не успели, как ваш руль вывернул, как ваши руки уже вывернули руль направо, на автомате. Ну а там ешла, шла своя машина, которой уворачивать уже некуда, справа отбойник, и она приняла вашу машину, свои объятия. Вот режим автопилота, это очень экономный режим, это режим, к которому приспособлен человек, и который живет большую часть своей жизни вот в таком режиме автопилота. Но вот он, этот режим автопилота, мешает нам жить, потому что мы очень часто, это как тот искусственный интеллект, он очень часто дает сбои, и в результате надо прибегать к естественному интеллекту, для того, чтобы сделать. Ну и теперь диффузное мышление, рассеянное мышление, мышление ни о чем. Чаще всего мы можем наблюдать его как во сне. Я помню у себя, я обратил внимание, я обратил внимание на том, что видел сон, какие-то красивые картинки, и проснулся. И я недолго думаю, думаю, дай посмотрю еще картинки, голову на подушку и продолжил, и я их опять, они у меня опять возникли. Немножечко другие, но возникли. Но вот это не только работа мозга во сне, это, так сказать, без серьезного внимания, без указания сверху от сознания, оно работает по своей программе, что ли, само по себе ищет. И, например, вы бодрствуете, вы говорите, а в уме у вас идут умственные процессы, которые позволят вам сформулировать какую-то мысль. Ну, например, я сейчас рассказываю вам, а мне уже там вертится мысль о том, что я буду говорить далее уже. Вот, например, вот это диффузное мышление имеет одну особенность. Это основа творчества. Вот есть такая модель творчества у Олеса, preparation, incubation, illumination, verification, то есть подготовка, то есть изучение материалов, сознательное выявление фактов, потом это все в голове у нас откладывается или лежит, потом вдруг неожиданная эврика, и потом проверка этого решения. Вот это вот основная модель творческого мышления, ее никто не отрицал до настоящего времени, хотя и уже много лет. Кто-то добавил тут еще дополнительную стадию, но, в принципе, это все остается именно таким Олесом. Так вот, у человека одновременно осуществляется каждодневно, и preparation чего-то, он над чем-то конкретно работает, он углублен чем-то. Инкубация, в это время в голове у него созревает какая-то другая новая цыпленок, новая мысль. Иногда выскакивает вот это озарение, insight или эврика, и верификация. И он может одновременно работать, у него одна мысль в такой стадии, другая в такой, третьей, в такой, четвертой, такой. То есть, в принципе, мы можем сказать, я сейчас скажу один такой хороший вещь, скажу только, вы не обижайтесь, что творческий процесс есть, а творческого мышления как такового нет, потому что это обычное ежедневное мышление. Но в одном случае она приводит, носит локальную новизну, вы открываете что-то новое для себя, а другое вы открываете что-то новое для других. И как результат получается признание вас творчеством. Итак, мышление в стиле автопилота, мышление, осмысленное мышление, размышление, раздумья и мышление в части суфлера, и диффузное рассеянное мышление. Вот все это в совокупности создает, мы живем и действуем именно так. И это здорово, это хорошо, это нам помогает жить. Но одновременно наблюдаются, как в любом другом процессе, какие-то ошибки. Вот, например, так, пожалуйста, вот ищем ваши ошибки. Если сумеете найти, найди три ошибки в этом предложении. Сможете, пожалуйста, пишите в чате эти ошибки. А можете одновременно и шлепать на огонек. Пожалуйста, если сумеете, найди три ошибки в этом предложении. На лягушку не обращайте внимания. Она, так сказать, только для, так сказать, юмора. Так, ну и что? Нашли три ошибки? Первая ошибка какая? Найдите. Я нашел. Я не нашел, я прочитал. Итак, запятая найти ошибки. Если сумеете, найди, найди три ошибки в этом предложении. Что с запятой найдите. Ага, первое. Найдите, правильно, и ошибки. Правильно. Три. Терев вместо запятой найдите. Нет, 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 нет. Если сумеете, почему? И там, и там. Две ошибки там. Две ошибки там. Абсолютно большинство людей говорят, что тут две ошибки. А я говорю три. А третье заключается в том, что ошибки тут только две. В самом названии есть третье, две ошибки там. Правильно, верно, Елена, правильно. Получается, что в предложении то, в принципе, три ошибки. В том смысле, что оно неверно. Ошибка заключается в том, что тут только две ошибки. Как правило, люди до этого не догадываются, до этого не доходятся. Почему? Потому что они находятся под действием «нет, сможете, сумеете». Почему? Ну, кто-то сказал «сумеете», кто-то «сможете». Это, так сказать, не ошибка. Другое дело, что, может быть, красивее так будет, но не ошибка. Так вот, другой вопрос. Вот посмотрите спички. Это римская цифра 6. Как добавить три спички, чтобы получить 11? Справитесь? Очень простая задача. Очень простая задача. На рисунке три спички. Раз, два, три. Как добавить еще три спички, чтобы получить 11? Так, раз, два, три. Зеркальность снизу. Правильно, правильно. Задача простая. Все верно. Добавили сюда и сюда, и сюда спичку, и все хорошо. Зеркально симметрично. Все получилось. Решили. Молодцы. Теперь дальше задача про римские цифры. Как превратить римскую цифру 6 в 7? Добавив всего одну линию. Ну, все просто, казалось бы. Мы вот сюда добавляем одну линию. Рисовать я не буду. Нарисуем и получаем цифру 7. Правильно? Правильно. А теперь, а как превратить римскую цифру 9 в 6? Добавив тоже всего одну линию. Итак, внимание. Думаем, 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 думаем. Как сделать римскую цифру 9 превратить в 6? Добавив всего одну линию. Бьюсь от закланс. Ни один не додумается. Ну, ну, готов на коньяк спорить. И так, отказываетесь? Если отказываетесь, кликните либо на огонек, либо как-то еще отметьте. Повернуть. Пас, пас. А все очень просто. До той поры, пока вы воспринимаете это задание строго так, как написано, то задача нерешаемая. Кто вам сказал, что цифра 6 должна быть римской? Превратить римскую цифру 9 в 6. И кто вам сказал, что эта линия будет прямая? Не обязательно римскую цифру. И не обязательно линия должна быть прямая. В этом случае задача решается. Ну, для экономии времени, для экономии времени показываю результат. Вот. До тех пор, пока мы не отошли от внутреннего убеждения о том, что должна получиться римская цифра, и до того, пока мы не пропустим свое, так сказать, не уйдем от своего представления о том, что линия должна быть прямая, поскольку во всех предыдущих случаях была линия прямая, мы, так сказать, и прям дальше. А если мы ее нарисовали кривой линией, это не, это сикс. Как это не 6? Это же не секс, это сикс. Это 6. Это не 6. 6. Пожалуйста, могу поспорить, смотрите, посмотрите в словарях. Цифра 6. Итак, язык. Язык. Ну, какая разница, на каком языке? Это не 6, это сикс в переводе на русский язык. 6. Ну, вот и все. То есть, понимаете, мы себя зажимаем рамками. Китайский. Ну, Светлана Ивановна, это не китайский язык, это, я что-то, я не понимаю ваши ремарки. Значит, поехали дальше. Итак, восприятие человека в объективной реальности запачкано собственным мнением. Это мы должны четко знать. В результате человек очень часто в своей деятельности оперируется не фактами, а своими впечатлениями о фактах. Мышление человека осуществляется в смешанном режиме и также запачкано своими ментальными моделями. Поиск легких решений, путей решения проблемы, отказ от размышлений приводит к ментальным ловушкам. Чем больше мы мыслим, тем больше вовлекаем подсознание. Чем больше наша база данных вот здесь, больше знаний, теплодопорнее наша мыслительная деятельность. Ну, и учиться, 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 наращивать багаж действий. Это, на этом, как мы думаем, я остановлюсь, просто потому, что нет времени. Вот, кстати, эти упражнения, которые есть, я в конце написал их еще парочку, если появится, останется время, то покажу. Итак, конечно же, это все более подробно написано в книге, так подробно рассказывать я не могу, но выводы, вот, определенные, сформировали. И теперь рецепт. Что нужно делать в этом случае? Рецепт простой. Не работать на автомате, думать, анализировать, рассуждать. Ваше быстрое мышление быстренько, быстренько заведет вас куда-то непонятно куда. Второе. Объединить интуицию и логику, то есть наше размышление и ваше, наше размышление и наше, и наше, так, так, ну в этом случае добавить одну линию надо было, надо было, а что, а почему? Очень интересный ответ Галины Ушаковой, очень интересный ответ, надо иметь в виду, что кто сказал, что прямая линия должна быть вертикальная, может быть и такая? Тоже интересный ответ. Да нет, до этого я не додумался. Галина Ушакова, вам огонек. Это я вам продвинул. Я тоже про подвинуть линию думал. Ну молодцы, молодцы. Итак, и использовать, значит, не работать на автомате, думать, анализировать, рассуждать, объединять интуицию и логику, использовать алгоритмическое мышление. Я об этом как раз немного и расскажу сейчас. Ну первое. Представьте себе какое-то событие, какой-то стимул. Вот у меня было, у меня был вот недавно такой случай, стою на переходе, передо мной стоит девушка, ну женщина, молодая, в рюкзаке у нее через плечо перекинут рюкзак, в кармане торчит телефон. Причем так торчит, что когда она побежит через дорогу, он обязательно выпадет. Если не выпадет, то кто-нибудь ее оттуда вытащит. Я ее по плечу хлопаю и говорю, девушка, она мне поворачивается и зло так говорит, я вам не девушка. Ой, елка, вот я тоже ответил, а я говорю, вам не мужик, а вы тоже, вы действительно карга старая, а не женщина. вот и поговорили, значит, прежде чем действовать мышлением в автопилоте, а нас жизнь подталкивает на это, мы сразу же реагируем, что-то такое случилось, мы тут же реагируем, кто-то нас столкнул, мы поворачиваем, и мы говорим, дурак, так может он больной, тот, который вас столкнул, а может быть он споткнулся, сам падал, но все такое, знакомые ситуации. Вот остановиться, подумать, не надо так, надо медленное мышление, мышление в стиле суфлера включить, причем, мы получим какую-то реакцию, можно решить, но лучше всего включить еще и диффузное мышление. А что это такое? Мысля, как в советское время говорили, хорошая мысля приходит опосля, утро вечера мудренее, досчитай до десяти, либо что-то еще, а потом уже принимать, то есть дай какое-то время созреть мысли. У меня, например, такое правило, я стараюсь его придерживаться всегда, никакое решение я не принимаю мгновенно. Я его, я его более, я его более даю возможность дотянуть до того времени, когда уже принимать уже точно надо, вот мне надо, вот сегодня до столько-то, я должен выйти в эфир, поэтому принимать решение выйти в эфир или не выйти в эфир, у меня есть еще какие-то варианты, вот думаю из них, включать решение, после этого некое обсуждение, уже окончательное размышление, и только тогда уже реакция, вот нормальный путь, нормального решения, это долго, так вот то-то и оно, что думать, это самая тяжелая работа, вот почему мало этим кто занимается, это сказал Генри Форд в свое время, еще, трудно, долго, важно, но, конечно, есть вещи, когда вы особенно не думаете, ну, например, что одеть, бытовые, бытовые какие-то действия, я не знаю, да и на работе штампованные действия, причем, чем больше у нас таких приемов, отработанных до автоматизма, тем лучше мы и на работе, и все, но только если начинается какое-то более-менее серьезное решение, здесь надо включать, включать искусственно режим медленного мышления, вот, например, пример такой, я вычитал этот пример в книге Тина Силинг, сделай себе сам, она говорит, что мы раздавали достаточно большой пазл, 500 штучек, на каждом из них, на каждом из них был отпечатан номер от 1 до 500, для того, чтобы облегчить складывание его, этого пазла, высыпали в каждой группе, в каждой группе, там несколько групп забирали, высыпали эти пазлы, можете в случае необходимости такой тренерский опыт, что ли, перенять, высыпали на стол и говорили, кто быстрее соберет, и все начинают собирать, самые продвинутые начинают собирать, ага, там что, получается, рисунок у них есть, это ты давай ищи нос, я буду искать глаза, ты будешь искать там тело и прочее, и собираем, в конце концов, пазлы быстрее, 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 быстрее. Они даже не удосужились посмотреть, что с обратной стороны, да и у кого-то, когда высыпали эти пазлы, они автоматами, они даже не обращали внимания, а некоторые группы даже не догадывались перевернуть, то есть, прежде чем делать задачу, давайте, подумайте, поищите и поищите факты, ну, какой-то биолог говорил, фамилию сейчас забыл, он говорил, вначале мы должны искать факты, а потом будем, из них вырастут идеи, так вот, давайте мы вначале поищем эти факты, осмотреть, рассмотреть, что еще там, что и как, как другое, и редко-редко какая группа понимает, что есть какие-то цифры, пытается разобраться, зачем они нужны, после долгоглительного пытания собраться, эта картинка большая, 500, все-таки штук, это большущая картина, догадывается об этом, думать надо, думать, думать, оставить место на подумать, вот, к примеру, к нашим интересам, к анализу, работал я в свое время в маркетинг-директор достаточно крупного предприятия, 5000 работающих, там ассортимент продукции неимоверно большой, и по статусу присутствовал на еженедельных оперативных совещаниях, которые, как правило, продолжались полтора часа оперативные совещания, по понедельникам, вот оно собиралось в 11, и в полтретьего мы уходили в лучшем, в пол первого мы уходили в лучшем случае на обед. Так вот, что думаем, что обычно, да, генеральный директор там поднимает какой-то вопрос и обращается ко мне, ну, вот ты, Алексей Васильевич, что ты хочешь, что ты, а, что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, я в духе своего мировоззрения встаю и говорю, я ничего не могу сказать, я не хочу ничего не говорить, надо вначале изучить ситуацию, посмотреть факты и после этого сделать анализ, он как взорвался, тебе все, тебе все анализ, 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 вот если у меня штаны порвались, я что, анализ должен проводить или менять штаны? Я, не специально у меня, так сказать, вырвалось, я говорю, ну, вот именно в этом случае надо подумать, то ли у вас гвоздь в стуле, то ли вы попу отъели, вот два варианта, выбирайте из них и только потом можно уже менять штаны либо большего размера, либо менять стул, соответственно, все 60 человек, которые сидели на этой так называемой оперативке, молча хихикают, делают вид, что им это не касается, но, так сказать, смех раздирает их всех, ну, слава богу, он не обиделся, я, ну, так получилось, садись двойка, ну, хорошо, да, такое бывает, к сожалению, вот главный квадрат, матрица из Венхауэра, наверняка вам знакома, очень хорошо знакома, поэтому я подробно рассказывать не буду, только скажите, пожалуйста, напишите в чате циферку, один, два, три, четыре, какой квадрат самый главный для специалиста, самый главный для человека, три, единая, так, правильно, три, 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 молодцы, верно, 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 почему, потому что думать надо, надо делать сегодня то, что понадобится нам завтра, если мы будем делать то, что нам надо вот прямо сейчас, то мы это будем делать каждый день, и каждый день нервотрепка, каждый день быстрее, важной, срочно, это важно и срочно, а на следующий день, а если мы сделали сегодня, на следующий день не срочно, сегодня было не срочно, то на следующий день у нас уже этого нет, у нас уже все сделано, но мы зато занимаемся следующим днем, вот так, так и должен жить человек, вот первое средство для лечения от интеллектуальной инвалидности, не работать на автомате, уделять время на анализ, рассуждение, размышления, короче, думать надо, вот Стив Джобс говорил, работать надо не 12 часов, а головой, вот это главное сейчас, логика и интуиция, это два сапога пара и топают они вместе, это фразу придумал я, вот какой умный, логика и интуиция два сапога пара и топают они вместе, хотя есть некий недостаток, поскольку не только логика и интуиция, но это не так важно, есть решение на основе интуиции и решение на основе рационального анализа, что такое интуитивный подход к решению проблем, это упор на интуиции, неожиданный полет фантазии, приверженность своим стереотипам, которые есть своему опыту, суждение, решение основывается на нашем суждении, и реальность субъективная, частично создаваемая игроками, мы тут вроде как сами все и творим, рациональный тип человека упор делают на логику, на стройность, строгость, рассуждение, на доказуемость, мешают анализу неполнота информации, информации, как правило, не хватает, решение основывается на расчетах, реальность предполагается объективная, частично подставаемая, и того есть рациональный тип мышления, интуитивный тип мышления, рациональные лидеры оценивают имеющиеся у них ресурсы, а затем используют для формирования и создания решений, интуитивные, они предсказывают идеальные решения, а потом собирают ресурсы для их реализации, и вот в связи с этим кейс, кейс, шоколадная фабрика, работает уже много лет, несколько лет, в прошлом всегда покупала местную телевизионную рекламу, при этом реклама давала ежегодный прирост выручки, они росли, 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 и благодаря рекламе они это понимают, но в этом году обнаружилось, произошло значительное повышение цен на рекламу, как поступят лидеры, рационалисты, которые опираются на причины следственной связи, интуитивисты, опираются на суждения, сват-анализ, ну ладно, пока не буду смотреть, сват-анализ такого нет, есть сват-анализ, у меня ошибка, наверное, да, в тексте, да вот, не отвлекаемся, рациональный анализ, генеральный директор решает, что если требует от нас, жестко требует, что мы рекламировать, реклама будет стоить дороже, то мы собираем деньги, перераспределяем их в пользу бюджета телевизионной рекламы, ну, такова жизнь, ну, что делать, надо платить, если, так сказать, мы хотим расти, надо платить, интуитивно, пришло время найти более эффективные способы, считают, есть предложения, какие, изменить рекламу, подать другие способы рекламы, ну, скажем, подарки, там, реклама в печатном виде, в интернете, и еще что-то такое, интуитивист рассматривает эти предложения и принимает к реализации, а как поступили бы вы, кто прав, один или два, один или два, кто из них прав, два, Лариса пишет, и так далее, два, ну, пока вы пишете, я маленькую ремарку ставлю, есть такое, некто, писапис, фамилия у него такая, итальянец, сам работает в Соединенных Штатах Америки, он в свое время предложил, предложил он следующий подход, он предложил рассматривать менеджерское мышление и предпринимательское мышление как нечто антиподы, менеджерское решение это аналитика, критическое, линейное, вначале ресурсы, а потом решение, так в абсолютное большинство менеджеров и поступают, вот есть тут низкий уровень, высокий уровень мышления, предпринимательское решение, чем предприниматель, он обычно рискует всегда, говорит, что кто не рискует, он не бьет шампанское, у него решение, адаптивное, творческое, инновационное, вначале решение, цель, а потом под это ресурс, так вот и то и другое у Бога, менеджерское решение, инновации страдают, решение предпринимательское мышление, риск очень велик, мы знаем многих предпринимателей, которые начали делать, но сколько их начали, но ничего не сделали, мы еще больше, во много раз больше, в связи с этим существует некое такое интегративное, синтетическое, стратегическое мышление, которое представляет собой симбиоз того и другого, вот те, кто ответил комплексно, может оба правильно, правы, вот третий вариант, третий вариант, найти способы экономии на случай, если они понадобятся для оплаты, найти способы, искать, деньги надо искать, для того, чтобы в случае чего, заплатить и продолжать пользоваться рекламой, но одновременно, прорабатывать альтернативные способы рекламы, если это альтернативные звуки рекламы, так звук у всех, альтернативные способы рекламы, и то и другое, в зависимости от обстоятельств, он находит вариант, либо потому, либо вариант А, либо вариант Б, то есть не или вариант А, и вариант Б, А. И. Вариант А. И. Вариант Б. Но ситуация Секи. Так. Что такое Секи, я не знаю. Так. Оставим. Как еще один вопрос объединения интуиции и логики. Вот на примере разработки стратегии. Я все-таки стратегическим менеджментом занимаюсь. Так. Так вот. Мы проводим вначале для того, чтобы сформулировать свою стратегию, выбрать направление движения. Мы проводим стратегический анализ. Проводится он на основе данных, логики, системности, рациональности. Ну, глупо делать анализы на основе каких-то предположений. На основе фактов. Мы делаем обязательно данные, логика, системность, рациональность, проводим стратегический анализ. Потом составы рабочей группы, которые проводят этот анализ, готовят некие альтернативы, стратегические инициативы. То есть, что конкретно нужно сделать? Это в конечном итоге суждение тех членов группы на основе этих аналитических данных. Они подходят к разным осуждениям. Одни и те же данные могут вызвать у разных людей разные отношения. Рождение членов интуиции, творчество, интуиция, опыт. Далее, каждая альтернатива прорабатывается опять с помощью данных, логики, системности, рациональности. Ну, готовится бизнес-план, например, либо еще что-нибудь. Тут мы должны цифры, тут мы должны поток денежных средств рассчитать и так далее. Доказать эффективность реализуемой альтернативы. Далее, выходит это на совет директоров. И вот тут старцы, гуру или менеджер, топ-менеджер начинают выбирать из этих альтернатив на основе докладов. И опять же они поступают на основе суждения творчества. То есть для того, чтобы отделить, объединить интуицию и логику, надо их разделить по этапам. Вначале логика, а потом интуиция. Каннеман по этому поводу говорил, вернее, он говорил не так, а я расскажу перерванные слова. Творчество на первом месте. Так нет, вот том-то и одно, что творчество в результате получается, но на первое место выходит логика. Не чурайте своей интуиции, используйте свою интуицию, но вначале накормите ее фактами. Вот эту фразу надо запомнить везде при принятии решений, пользуйтесь своей интуицией, от нее никуда не денешься. Более того, это действительно полезно. У каждой привносит туда что-то свое, у каждого свое видение. Но вначале накормите ее фактами. То есть вначале надо иметь факты, а потом уже, Марк Вин сказал, кстати, по этому поводу, для того, чтобы надо вначале найти факты, а потом уже можно их и привирать. Но вначале надо иметь факты. Виды мышления. Очень коротко. Вы знаете, со словом мышление ассоциируются очень многие слова. Открытое, широкое, ясное, еще какое-то, в общем, мышление домохозяйки, мышление милиционера, там, партийное мышление, экономическое, стратегическое, маркетинговое, экономическое и так далее. Пожалуй, нет такого прилагательного, которое бы не приложилось к слову мышление. Вот с этим надо разобраться обязательно, потому что их полно. За основу разбора возьмем то, что занимаются психологи. Очень хорошо. И здесь мы имеем два, так сказать, континиума, вернее, двух частей. Вот объективная реальность существует? Существует. Если мы на нее опираемся, то мы включаем так называемую критическое, логическое, системное. Есть субъективная реальность, то есть то, что у нас в голове, в нашем восприятии. И мы опираемся в этом случае интуитивное мышление. Хотя с точки зрения классической психологии интуитивное мышление нонсенс, потому что мышление это сознательное освоение, получение знаний. Поэтому, ну, оставим эту классику, она уже устарела. Интуитивное мышление. В сумме мы получаем творческое мышление. Вот мы имеем раз, два, три, четыре виды мышления, которые отличаются по своим принципам. Что такое критическое мышление? Критическое мышление – это мышление прежде всего на достоверность получаемых фактов. Докажи факты вначале. Имеет место, а не нет. Логическое – это законы, так сказать, логики. Если это, значит то. Но и системное – это то, что мы являемся некими системами и живем в системе. То есть наши действия. Мы не можем вести себя как слон в посудной лавке. Мы обязательно должны учитывать и наше окружение системное. Или принцип создания нечто нового. Нечто новое из тех старых или новых элементов. Кроме того, еще выделяю словесное, как правило, мы работаем, так сказать, вербально. Мыслим вообще у себя в голове, в тишине, а высказываем свои мышления словесно. Но есть еще визуальное мышление, им тоже надо овладеть. Индивидуальными мыслями и группами, и групповое мышление тоже надо не забывать. И вот раз, два, три, четыре, пять, шесть видов мышления, которыми мы должны овладеть. О них я подробно сейчас говорить не могу, времени нет. Но для того, чтобы думать, для того, чтобы повысить свой уровень мышления, эффективность собственной деятельности, человек должен учиться думать, обсуждать, рефлексировать. Для этого надо просто отложить решение, насколько это возможно. Я когда писал эти слова, я вспомнил, что в свое время слышал такую песню, какая-то из Прибалтики, тогда они еще были нашинские, вот они песню пели, и где-то там на песне какого-то 1984 года такая песня получила одобрение. Там припев такой, надо подумать, думай, 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 ну и так далее. Вот эта песня, несмотря на то, что она пришла из Прибалтики, она вообще-то говоря о том, что надо. Для того, чтобы повысить эффективность собственной деятельности, надо критически вокружать окружающий мир без розовых очков, то есть объективно, не пренебрегать логикой, на все есть причина, из всего есть следствие. Рассматривать объекты объемно, системно, мыслить творчество. Для этого надо каждый из этих видов на каждой стадии своего размышления. Я только, так сказать, тезисно говорю сейчас. Во-первых, я еще задержался, во-вторых, хочу еще несколько минут вас потратить на примеры. Использовать алгоритмическое мышление, что такое алгоритм? Алгоритм – последовательность действий. Вообще, словосочетание «алгоритмическое мышление» придумали айтишники, которые используют его для обозначения способности писать алгоритмы для программ. Но, в принципе, алгоритмы, какая разница, для кого мы пишем эти алгоритмы, для кого они создаются, эти алгоритмы, для программ или для человеческого мозга, как программа. Что они делают, эти алгоритмы? Они задают путь, они задают тренд. Его делает процесс мышления целенаправливее. Он обеспечит решение повторяемым, пошаговым способом. Словосочетание «ПО для мозга» я вычитал достаточно давно, и, оказывается, оно широко используется. Я и у Курпатова встречал его, тоже маленький «ПО для мозга», и везде используют это достаточно хорошо. Хорошая метафора, она вообще-то подсказывает, что есть. Вот некоторые вопросы для алгоритма, для того, чтобы подойти к алгоритмам. В свое время в Ярославле проводили такой эксперимент. Двухметровая труба диаметром 7 сантиметров, вертикально врыта в землю на глубину до 2 метров. В трубу упала спичка. Как достать ее оттуда? Это не я придумал, это было. В процессе обсуждения этого, так сказать, задания, выявились две группы. Есть, так сказать, академики и практики. Академики сразу же начали решать, вот как здесь, вот Геннадий пишет, вода, налить вода. Вообще-то говоря, члены, хотя были и другие способы, там, шестон с иголочкой, прям наколоть, вытащить ее, еще что-то такое. Вода, в конце концов, один из самых такой, вроде бы как, самый разумный способ. И члены, те, кто присутствовал, приняли туда. Вот, минуточку, вот, Елена, запомните, пожалуйста. Просто гениально, гениально, вода, гениальное решение. Но есть такие люди, практики, они говорят, подожди, подожди, а нафига Козе Баян, если она и так веселая? Зачем? А зачем ее? Ну, чтобы достать, задание такое, подожди. А если мы ее достали, то зачем она нам нужна? Она же уже мокрая, она уже не спичка. Вода уйдет в землю, это другое решение. Это академики продолжают говорить. А вот Елена Фомичева задала верный вопрос. А зачем? Вот это, а зачем, я хочу вам и показать. Есть так называемая петля обучения. Петля обучения, она применима во многих случаях. Ну, скажем, мы получили какое-то задание, достать спичку. Действие. Мы ищем, придумали идею, получили результат, сравниваем между собой и говорим, налить воду, например. Или ждать, пока вода уйдет в воду, а потом как ее оттуда доставать? А, потом вытащить, а потом вода сама уйдет в воду. Может быть. Допустим, мы остановились на этом решении. Ну, хорошо. Но у кого-то возникает вопрос. Подожди. А зачем? Двойная петля. Мы пересматриваем ценности. Мы пересматриваем свои цели. И начинаем действие решать другое. Вот простейший алгоритм решения. Вы начинаете решать задачу. Решаете, решаете, решаете чего-то такое-недокое. А зачем мы ее решать? А давайте мы идем сюда. В книжке приведены так называемые диаграммы, древовидные диаграммы, в том числе, как, как, зачем, зачем и почему, почему. Очень интересные диаграммы, и следует их использовать себе. Вот вопрос такой. Практичный вопрос. А зачем? Его надо себе постоянно задавать. Еще один, для того, чтобы закончить на этих алгоритмах, на этих алгоритмах, расскажу еще об одном алгоритме, который, так сказать, мне оставил, на мне очень хорошее впечатление. Есть такой цирк, цирк Десолей, французский цирк. Он сейчас существует, работает, но родился уже давно, не знаю, лет 10-15, сколько уже. Что обычно? Вот красная черта, это кривая ценности, кривая ценности традиционного цирка. Участие звезд обязательно. Ну, как же цирк без звезд, это ненормально. Номера с животными, ну, хотя бы кошек-то вывезти надо. Что это за цирк без животных? Сдача площадей подарим, попкорн надо, чтобы там еще что-то такое было, чтобы кофе, чай, потанцуем, чтобы люди в перерыве могли отдохнуть. Шоу на нескольких сценах практикуется, это интересно. Конечно, веселье и юмор. Ну, конечно, как же цирк без веселья и юмора? Ажиотаж и опасность. Ажиотаж и опасность. Вот главное. Точно так же действуют все цирки. Точно так же они все идут по этой кривой ценности. По этой кривой ценности им надо звезды, им нужны животные, им нужны площади, им нужно веселье, юмор, ажиотаж и опасность. На сцену выходит чемпион мира по акробатике, смертельный номер. Чего-то такое. Нашел за человек, который сказал, что подождите, а зачем нам вот это все? А давайте мы сделаем таким образом. Веселье и юмор, да, обязательно. Люди за веселье и юмором идут. Ажиотаж и опасность. Да, мы должны пощекотать нервы. Уникальное место представления. Представьте себе, цирк в Колизее, например. Утонченность обстановки. Разнообразие постановок. Музыка и танцы иного типа. Что это такое музыка и танцы иного типа, я не понимаю. Ну, я понимаю, что это не вальс, не все еще, что-то такое есть. То есть, в принципе, они сказали, так, давайте мы сделаем, что это было человеку интересно. Чтобы ему было интересно. Ударим звезды, им много платить надо. Ударим номера животных. За ними какашки убирают. За ними там, черт-то, сколько надо делать. Сдача площадей подходит. Да с них налоги надо с этих площадей платить. Несколько вещей. А давайте мы сделаем другое. О, перестали мучить жидкость. Как и зачем, почему. Правильно, верно. Так вот, авторы концепции Голубых океанов придумали, что в принципе существует некий такой рынок, где много продавцов, мало покупателей. То есть, все гонятся за одним и тем же покупателем. Это конкуренция до крови. А есть такие области, отрасли, где только вы продавец, а куча покупателей. И никого больше нет рядом. Вот цирк таким стал. До настоящее время обычно бывает по-другому. Что обычно вот эти конкуренты начинают перенимать новый опыт. И здесь опять становится этот самый Алый океан. Но в данном случае не получилось. Не нашлось другого самого такого отдельного человека. Это уникальный цирк. До настоящее время другой не получился. Что они сделали? Они предлагают очень простую. Вот, например, есть некоторые факторы. А может быть их устранить, эти факторы? Зачем они нам нужны? Они только тянут, повышают себестоимость. А так, плохо никакого. Некоторые вещи, может быть, имеют смысл сократить. Они тоже не так важны. Но кое-что надо увеличить. И более того, создать новое. И вот алгоритм в четыре шага устранить, сократить, увеличить, создать свойства. Что бы вы ни делали, тетрадку разрабатывайте, технологический процесс. А посмотрите, устранить от традиционного ничего нельзя? А сократить в этом нетрадиционном ничего нельзя? А что может быть надо увеличить? Какую характеристику? А что может быть надо создать вновь то, чего нет у конкурентов? И дифференцироваться от них? Вот алгоритм очень интересный и подробный. Теперь, все эти алгоритмы, их там много, на разные случаи жизни находятся в книге. Можете посмотреть. Обо всех я рассказать не могу. Но вывод мыслительной алгоритмы – это программное обеспечение для вашего мозга. А пробуйте несколько различных и прокрутите их использовать. По сути дела у меня все. Но есть у меня несколько примеров. Давайте эти примеры заданий. Ну вот, коротенько. Вот посмотрите. Посмотрите. Вычеркните 6 букв из привиденной ниши последовательность. Таким образом, чтобы оставшиеся образовали без изменения их порядка хорошо известное слово. Какое это слово? Вычеркните 6 букв. Какое это слово? Так, мы долго будем. Бананы. Елена, вы, наверное, знали это высказывание. Буквы. Так вычеркнуть надо 6 букв. Вот вам. Вам четко указано. Вычеркните 6 букв. 6 букв. И получается бананы. Правильно. Молодец. Это вы тоже, наверное, с легкостью отгадаете. Например. Просто 6 букв сразу бросилось в глаза. Правильно. На рисунке 3 полные бокала стоят рядом с тремя пустыми. Как, используя один банан, добиться того, чтобы полные бокалы чередовались с пустыми? Так, очень хорошо. Так, вот этот пример или прошлый пример. Итак. Как, используя всего один бокал, добиться того, чтобы полные бокалы чередовались с пустыми? Этот. Переместить. Нет. Один бокал. Перелить отсюда, вот сюда. И все. Ну и последний вопрос. Какой должна быть следующая буква в приведенной ниже последовательности? Ну, какой должна быть следующая буква в приведенной ниже последовательности? В. Нет. Почему В? Нет, не В. Это читаю. Читаю и показываю. Как должна быть следующая буква в приведенной ниже последовательности? У нас был такой преподаватель по гражданской обороне, была такая дисциплина, такая дисциплина, гроб, так мы ее называли, гражданская оборона. Вот он свои лекции писал на доске и заставлял нас писать вслед за ним. Он писал первые буквы каждого слова, включая предлоги. Вот примерно таким образом. С фраза каждая, какой должна быть следующая буква в приведенной ниже последовательности, записывался у него таким образом. К, Д, П, С, В, П, В, В, П, Н, П. Получается, П, вы знаете, к завершению экзамену мы все были готовы, мы все писали, поскольку он был человек, он занимал должность большую, генеральскую был когда-то, и тут гражданскую оборону пришел преподавать на старости лет, после выслуги лет. Мы все его слушали. Вот, собственно говоря, все. Итак, коллеги, можете, конечно же, поставить, поставьте цифрами от 1, от 0 до 10, от 0 до 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ну хорошо, 8, так, 10, ну хорошо, важно, что не 0 и не 1, важно, что больше 6, это уже радует, мне хорошо. Ну и последняя информация, что есть. Я крупный специалист, себя не похвалишь, никто же другой не похвалит, крупный специалист по свод-анализу. Пожалуйста, если есть потребность, обращайтесь. Для этого предлагаю следующее. Вот вам есть купон, вводите этот купон на этом сайте, на один из этих курсов, на эти курсы, и получаете полцены. Посмотрите, этот файл, если не скачали, то скачайте, он там есть. Еще, пожалуйста, заходите сюда по этому адресу, это телеграм-канал «Как быть умнее», здесь не только о книге, здесь вообще и отдельные высказывания в себе. Вот, собственно говоря, все. Если домашнего задания нет, пишите. Пожалуйста, обратите, у меня есть обращение к вам, каждому из вас оно в PDF-файле, скачайте. Ага, ну, очень хорошо, спасибо, спасибо. Доброе слово и кошки приятно. Итак, скачали добавочный материал, скачивайте презентацию тоже. Ну, вот, собственно говоря, у меня все. Татьяна, я заканчиваю. Татьяна, я заканчиваю.